12 час космических рейнджеров так может быть мне здесь квест дадут рейнджер вы должны сделать следующего почтовый квест рейнджер вы должны сделать следующее это контора торговцев экспресс галактика совершенно нагло завершает тарифы на межпланетные перевозки настолько что становится совсем невыгодно делать ей заказы и они это прекрасно знают но видно не спешат с реакцией нам дешевле заплатить частному перевозчику такому как вы тут некоторые посылки нужно доставить систему антарес а именно на планету эйв если вы уложитесь до 19 мая три тысячи пятого то по прибытии получите 4500 кредитов это половина той суммы который обычно период экспресс за аналогичные условия для вас это хороший доход ведь именно этим вы обычно промышляете не так ли так система антарес как далеко о один прыжок так я этот квест значит могу сейчас по ускоренной процедуре выполнить за бы за большие деньги правильно же так папа труднее так доставить до 14 апреля я берусь за это задание до 14 апреля 35 дней 35 дней слушайте не я не я хоть и один прыжок хоть и один прыжок будет но за четыре дня я вряд ли далечу хотя кто знает давайте попробуем давайте попробуем только единственная посмотрю эйв и эшнинг так ну тут только на эйв лететь потому что там уже будет не до этого сцены сравним там роскошь очень дорогая но тут роскоши мало роскоши мало давайте я роскошь куплю тут всего 5 а так у меня и денег еще нет уже елки-палки а плюс это еще контрабандная сделка короче стопку ладно я полетел у меня 30 я так понял я не успею как я понял я не успеваю хотя двигатель вроде быстрый должен как бы успеть ты по идее я не знаю успею не успею но я попробую опа я здесь не один я не успею Только не ему Я первый Вот, кстати, скорость реально выросла Ребят, я прям чувствую даже в гипере Как скорость выросла А как он вылечился-то, я не понял У него же... Я же вроде снимал с него здоровье Кстати, я же могу стрелять сразу С двух штук Я по привычке жму control Я же могу еще и space зажать У меня теперь пушек-то больше стало Вот так вот Сразу по два Так, щит я заберу Они тебе Так, он уже практически мертвый Аптечку нет Нет Аптечку я Аптечку я Реакторный двигатель Так, минералы надо поискать Я ни одного минерала не подобрал Ну и вообще, такое ощущение, что я их и не видел здесь Так, у меня уже полный трюм, что ли? А, тут пол трюма У меня еще посылки эти занимают Ладно, хрен с ним, короче Полетел я на выход Не, конечно же я успею Как можно не успеть Если я за один гиперпрыжок Ну, конечно, времени за глаза совершенно Так, какая планета? Планета Эйв Спасибо за доставку, Фор Возьмите свои 5800 кредитов С вами намного приятнее иметь дело Чем с этими монополистами Из почтовых сетей Обычно мы не жалуем торгашей И прочих лентяев Но иногда и без них не обойтись Представьте, пока вылетали Экспресс снова поднял тарифы На свои перевезки Есть для меня задание Так Так, тут какое-то задание Но у меня есть подозрение, что это боевое задание Так Постарайтесь найти и доставить в пропажу Нет, это я не буду браться Тут я не вывезу Так, сколько у меня денег? 6700 По идее, мне надо бы слетать На научную базу На любую И отремонтировать нанитойды Так, давайте я поищу Научную базу Нанитойды нужно Подремонтировать Опять в шуму, что ли, возвращаться? Господи Ну сейчас деньги-то хотя бы есть Так, в системе Хеза боитесь Честно говоря, так не хочется ее терять Но у меня не хватает Так, во-первых, я все-таки полечу И починю эти чертовы Нанитойды В систему на Яна летим Вернее Научно-обознание Так Роген Белока Роген Белока Манер Так, торгануться, естественно, по пути Роген Торговать нечем Торговать нечем Блин, я минералы забыл Продать и реакторный двигатель Возвращаемся И, кстати, надо не забывать заглядывать в магазин Может появилось что-то новенькое Разрывное орудие Вот, кстати, хорошее Разрывное орудие 22 емкость Вернее Так, давайте посмотрим Появились ли фазеры Если появились фазеры Тогда уже нет смысла покупать разрывное Появились фазеры Но они пока очень тяжелые Так что, знаете Раз уж я здесь Давайте я куплю разрывное орудие У меня уже 4 разрывных орудия Так, я, пожалуй, полетел на научную базу Все-таки Мне нужно починить нанитойды И мне нужно модернизировать Разрывные орудия Нужно модернизировать Разрывные орудия Чтобы они больнее стреляли Так, в шуму Возвращаемся в шуму Блин, игра реально как наркотик затягивает Что за химия в ней такая Черт, придется драться Придется драться Блин, с меня уже половину здоровья снял Зараза такой Аптечку не тебе Аптечку не тебе И щит А щит мне Войдешься без аптечек Так, он и хочет И этот крис забрать, походу Так, этот крис тоже я взял Блядь, все молоко Нет А я уже думал аптечка Ладно, хрен с этим населением Запрет на стрельбу Прикиньте Запрет на стрельбу А у него аптечка Ну и все Сейчас будем загружаться У него аптечка Сволочь Блядь, сука Все бонусы ему достаются Да блядь, ты задолбал со своими аптечками Сволочь О, слава богу Я подобрал аптечку Каким-то чудом Я не знаю Я его вытолкнул как-то оттуда Блядь, даже этой зеленой пуколкой Я умудряюсь воевать В гиперпространстве Это удивительно На самом деле Дать скилл-то все-таки растет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да блин, ты что-то будешь делать? Опять мне воевать сейчас придется Так, по-моему здесь А, здесь нету гравит... Нет, здесь должны быть гравитационные мины ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хорош, я хорош Промышленный лазер Так Что тут промышленный лазер? А, у меня вообще ноль Так, ну я тогда, наверное, минералы Тогда выкину Вот промышленный лазер Я, наверное, все-таки подороже, чем минералы Все-таки стоит Так, мне нужна срочно научная станция Срочно Ну сперва я залечу на военную базу Подремонтирую оборудование Так, здесь чувак с кем-то там дерется Я знаю, кто с кем дерется Ладно, я полетел дальше Так, мы контролируем 40% Пока еще все нормально 40% мы контролируем Подождите, а где промышленный лазер? Я же подбирал промышленный лазер, я не понял А, блин, я минералы нечаянно подобрал Так, починить корабль 1100, как дорого, зараза Надо срочно на не то и до эти чинить Потому что тогда я буду сильно экономить На ремонте оборудование Срочно на не то и до чинить Ох, ни хрена себе Жесть Починка стоит 2000 кредитов Так, ну мне придется это сделать Потому что, ну Ну а что делать-то? Так, слушайте, ну у меня уже 4 А, слушайте Модернизировать Я могу модернизировать еще один Еще одну пушку Как я понимаю Так, улучшить характеристики Разрывного орудия Нет, секундочку Давайте я сохранюсь сначала Потому что я хрена к чему это приведет Так, разрывное орудие Лучшие специалисты 2000 Ё-моё У меня даже не хватает На модернизацию разрывного орудия Ладно, я тогда полетел Попробую Попробую Продолжить зарабатывать бабло Выполняя квести Пока Ситуация с захватом клецаными систем Не самая аховая Еще 40% это более-менее О, текстовый квест дают Уважаемый фор Мы нуждаемся в ваших услугах На планете Фанкор Звездные системы Арастабан Наше правительство планирует Возвести форпост Для управления строительством Нам нужен дерзкий и смелый рейнджер С задатками менеджера Ваша задача возвести и отделать базу До прибытия комиссии Если вы успешно Выполните задание То правительство щедро наградит вас Премией в размере 6700 кредитов Но вы должны прибыть на планету До 16 августа Иначе мы будем Вынуждены разорвать с вами контракт Так я прилечу быстрее Сохраняемся Я полетел Так Я беру Потруднее Так Награда Аж 8700 составит Значит Система Растабан Где она находится Ой Это очень далеко Друзья Но я должен успеть Так Я берусь За это задание Так Я по ускоренной процедуре Взял Максимальную сложность Так Вакхар У Удлана Полтео Мео У Псала Торгануть хочу Если выполним Сразу бабки появятся На модернизацию пушек Так Покупают жратву Здесь Там На одной из планет По 21 Маржа 400 400 кредитов Могу поднять Хотелось бы Конечно Больше 400 Техника Здесь Дорогая Оружие Дорогое Так Ну давайте Жратву Я куплю Тогда Просто Так На планете Полтео Мео Жратва По 21 Здесь 17 А Так здесь Жратвы тоже Нету Ёлки-палки Значит мне придется Значит мне придется Минералы Собирать В космосе Опять Увы Увы Слушайте А кстати Не факт Что я за 54 Дня За 54 Дня Я конечно же Долечу Что там Говорить Каждый Каждый Лечу Опять я забыл Сохраниться Не успел Вернее Возможно Придется Рубиться С пиратами На двойном Адреналине Потому что Загружаться Потом Хрен пойми Откуда Придется В игре Есть инфляции И ценные минералы Подскочили То есть Если когда я начинал Играть У меня их покупали По 3 кредита За тонну То сейчас Уже покупают По 5 По 6 Даже бывает А то и по 7 Что уже Блядь Я забыл На той планете Продать минералы Прикиньте Пипец Жесть Пипец Я забыл Продать минералы Поэтому я сейчас Ни хрена Толком Не заработаю Продолжение следует... Успеем, успеем, 37 дней еще есть, нормально все. Так, следующая система. Дальше надо будет лететь через Клисанскую. А, нет, через Клисанскую, кстати. На, нет, через ДН было. Через ДН было придется. Так, Халгала, Астрон, Халгала и Астрон. Прикол в том, что они в систему солнца. До сих пор там какие-то идут войны и до сих пор система солнца не захвачена. Это просто удивительно. Я не понимаю, как это так может долго продолжаться. Почему система солнца до сих пор не захвачена Клисанами? Они там воюют последние там часов пять. И там, я когда туда залетал, там не было защитников даже. Почему? Непонятно. Так, технику можно сморживать, но тут ее нет. Так, здесь дешевый алкоголь, кстати. По 17, а продать можно по 20. Ну, это и нас... Так, вода, я все время забываю, блин, в последнее время что-то продавать. У меня полный трюм минералов. Продать их надо. Так, алкоголь довольно... Можно продать сморжой в 5. Но его здесь тоже не слишком-то много. Так, оружие можно продать сморжой аж... С сморжой аж в 14. Так, вот это вот неплохо. Я сейчас 900 кредитов могу на оружие. А, но у меня денег нет. Ну, окей. А, здесь еще и контрабандная сделка. Тогда отбой. Короче, что, опять нечего мне получается. Опять мне нечего здесь покупать. Это текстовый квест. Я его буду проходить по сохранению, естественно. Ой, по прохождению. У меня есть правило. Типа, первый раз проходить без прохождения, потом, когда не получится, это 99% рейта, естественно, не 100%, то я по прохождению. Но, поскольку я уже четвертый раз эту игру пытаюсь пройти, я уже настолько заотпарился с этими текстовыми квестами, зачитывать их, понимаете. Их очень долго зачитывать, поэтому просто тупо открываю прохождение и делаю как надо и все. И рублю бабки. Ну, согласитесь, все так делают. Но никто честно не проходит. Даже в нулевые, когда играли, все сразу лезли на форумы, как пройти квест. Это же очевидно. Тут не надо уж говорить, что я какой-то читер. Вообще, мне надо, конечно, емкость корабля тоже увеличивать. Потому что из-за того, что я понатыкал, уже 4 пушки у меня как-никак. Они довольно много весят. У меня не остается места уже под товар. Что, все? Полный трюм? Не понял, подождите. А, там 22. Значит, мне надо 25 выбросить. Ой, подождите. Мне надо выбросить 20, подобрать 22. Все правильно. С математикой уже тоже у меня сложности. Хотя, когда-то я брал Олимпиады. Я по математике брал Олимпиады. Я в городской Олимпиаде среди колледжей и техникумов часто брал, по-моему, бронзу. А, нет. По физике тоже, короче. Ну, пиздец, я был умный парень. Ну, это в прошлом. Теперь я зато геймер. Тут еще... Не факт, что лучше-то. Быть геймером это тоже ого-го. Кайфуешь, сидишь себе пивку подтягиваешь, выигрываешь. Заебись же. Кстати, здесь была заруба. Но у меня трюм полный. Здесь разбили крисанов, кстати. Пытались они атаковать эту систему. Слушайте, может собрать протоплазму? А, слушайте, как я могу собрать протоплазму, если я спешу? У меня квас текстовый. И сроки горят. 20 дней осталось. Ну, долететь-то я успею. Это точно? Так, 600 кредитиков есть. Так, ну и последний прыжок, да, нам остался? Последний прыжок до Растабана. Я успею за 30... Ой, за 19 успею, да, конечно же успею. Так, какие там планеты? Крынинг, Элента. Крынинг и Элента. Крынинг. Элента. Элента. Так, смотрим. Ничего выгодного нету, абсолютно. А, кстати, оружие. Но здесь оружие... Кстати, у людишек можно купить оружие. Но его мало, опять же. Его мало. Что толку-то? Ладно, короче, я просто полечу и минералы соберу. Последний рывок. Слушайте, а мы точно успеваем? У меня что-то есть какое-то нехорошее предчувствие. Как будто бы я могу не успеть. 14 дней осталось. У меня очень нехорошее предчувствие. Ну да, ощутимо. Быстрее, конечно, кораблик летает на новом двигателе. Ощутимо. Ощутимо. А, все, я уже полный. Так, ну что, я успею? 9 дней. Да, должен успеть. Так, планета называется Фанкор. Она необитаемая, да? Блядь, она в самом дали. О, слава тебе, господи. Я все-таки успею до нее долететь. Но впритык, прям конкретно впритык. Фух. Ну, вот благодаря новому двигателю, видите, я на повышенных условиях прилетел. Вы высадили, вы посадили свой корабль на небольшом плато, возле пластиковых палаток. Снаружи вас приветствовал коренастый молок с железной каской на голове. Это был Тригор, главный прораб. Пригласив вас в палатку, он налил вам зеленого сока кинзы и сказал, что все уже готово к строительству палатки. К строительству. Палатки, материалы и рабочие уже прибыли. Заодно Тригор предупредил вас, что сейчас планета переживает фазу активности, поэтому здесь часто будут случаться катаклизмы. Землетрясения, ураганы, извержения вулканов. Именно из-за этого провалили строительство те несколько начальников, которые были здесь до вас. Магнитные бури и землетрясения постоянно разрушали базу, да еще и местные болезни изматывали рабочих. Но у вас, я уверен, все получится, сказал Тригор. Особенно с таким прорабом, как я. Последнюю фразу он произнес с особой гордостью. Тригор вскользь упомянул, что все рабочие отказались сюда ехать, поэтому вам прислали военнопленных и заключенных. Еще он добавил, что комиссия с проверкой пребывает уже через 14 дней, так что к этому времени база должна быть построена. Договорившись с прорабом, что осмотрите окрестности и выберите место для строительства, вы вышли из палатки. Ну и ну, сказали вы про себя. Оказаться на горе планете с горской заключенных, такого еще не было. Но отступать уже поздно, пора действовать. Осмотреть местность. Облетев весь участок на корабле, вы наметили несколько мест для строительства. Песчаная равнина на берегу реки, каменистый холм у вулкана, поле с тотемами и огромный болотистый участок в лесу. Осмотрев местность, вы направились к прорабу, чтобы обсудить намеченные участки. Значится так. Песчаный берег реки будет плох для фундамента, здание может рухнуть в любой момент. Поэтому перед строительством нужно предварительно укрепить фундамент. Но можно и рискнуть, не укреплять. Только тогда здание может рухнуть в любой момент. И тогда не говорите, что я вас не предупреждал. На каменистом плато строительство будет идти очень медленно. Болотистый участок хорошо подходит для строительства. Но предварительно его нужно осушить, а это дополнительное время. Поле с тотемами, хорошее место для строительства. Но только есть одна неувязочка. Это священное кладбище племени Уги. Поэтому могут быть проблемы с аборигенами. В общем, выбор за вами, босс. Давайте выберем песчаный берег реки. Тут, в принципе, выбрать можно вроде бы все. Любое. Просто нужно будет действовать по-разному. Так, я сейчас открою прохождение этого квеста. Потому что хрен его знает, как его проходить. Так, как этот квест называется? Гробницы? Нет, не гробницы. Осада? Цитадель Хартус. Осада, да? Так, секундочку. Нет, подождите. Это тоже не тот квест. Я ищу этот квест, я не могу его по названию определить. Убийство, тюрьма. А, стройка. Квест называется стройка. Так, выбор площадки не главный. Форпост можно построить на любой из них. По рандому, каменистое плато, самое надежное. По рандому. Каменистое плато, самое надежное. Берег реки с фундаментом. Болото, полюс, тотем, берег реки бессу. Сам случайно. Так, давайте каменистое плато берем тогда. Выбрать каменистое плато. Эй! Все движемся на восток. К плато. Лагерь поставим там. Прокричал триггер младшим прорабам. К вечеру рабочие разбили лагерь и подготовили все для строительства. С утра можно уже начинать, а пока всем надо хорошенько выспаться. С первыми лучами солнца вы были уже на ногах и бодро шагали к офису. Пора приступать к делу. Вы сели в кресло и стали изучать рапорты, планы и графики работы. Но тут в кабинет вошел секретарь. Прорабы полностью готовы, сэр. Какие будут показания на сегодня? Спросил он. Так, дальше я читаю. Строя на песчаном берегу, тратим два дня на укрепление фундамента. Это, пожалуй, дает наивысшую вероятность сдать базу. Поскольку укрепление фундамента дело утомительное, мы выиграем на неопределенные вещи даже чуть больше, чем день вероятность. Блин, так, секундочку. Это как? Результат стройки зависит от запаса людей. Ну и так, секундочку. Я вот не очень понимаю. Так, берег, плато, тотемы. Так, мы на плато, на каменном плато, правильно? Блин, я не понимаю, я не очень понимаю, что тут написано. Секундочку, мне надо понять, как это все делать. В квесте есть две стрелки с одинаковым приоритетом. Одна ведет к выигрышу и, безусловно, другая к проигрышу. Таким образом, при укрепленном на треть фундаменте с вероятностью 0,6 будут две стрелки. Из них с полной вероятностью доступным автору этих строк онлайн-плеерей все действует именно так. Неизвестно, как так должно быть ошибка игры или плеера. Блять, я не понимаю, что делать вообще. Я не понимаю, как это проходить. Так, я выбрал каменистое плато. Долго строить. Есть ли на остальных площадках средняя производительность полной бригады? На плато она всего 16. Блять, ребят, я не врубаю. Давайте я тогда... Так, строить базу. Заключен... Так, давайте я проскипаю, потому что я реально не знаю. Я сейчас попробую выбрать этот способ стройки какой-то другой. Так, попробуем по новой. Давайте я попробую, значит, на песчаный берег выбрать. Выбрать песчаный берег реки. Эх, придется укреплять фундамент. Ну да ладно. Ребята, движемся на юг к реке, сказал прораб. К вечеру рабочие разбили лагерь и подготовили все для строительства. С утра можно уже начинать, а пока всем надо хорошенько выспаться. С первыми лучами солнца вы уже были на ногах и бодро шагали к офису. Ну так, пора приступать к делу. Стройно-песчаный берегу тратим два дня на укрепление фундамента. Это, пожалуй, дает наивысшую вероятность дать базу. Так, укрепить фундамент до начала строительства. Рабочие весь день проводили мероприятия по укреплению фундамента. Забивали балки. Теперь, после проведенных работ, здание будет стоять намного устойчивее. Вдруг воздух прорезал визгливый звук сирены. Все, рабочий день окончен. Идти спать. Эта ночь прошла без происшествий, и рабочим удалось спокойно отдохнуть. С утра вам не очень хотелось вставать, поэтому вы пролежали сегодня лишних 10 минут. Наконец, волевым усилием вы поднялись с кровати и пошли в душ. Спустя полчаса вы уже сидели в удобном кресле своего офиса и изучали графики работы. Какие будут показания на сегодня? Так, снова укрепляем фундамент. Так, дважды я укрепил фундамент. Так, фундамент средней надежности. Технические подробности. Здесь две стрелки с один. Блядь, я ни хрена не понимаю. Так, мы на берегу строим. Результат стройки зависит от запаса людей, но не от их усталости. Работаем в штатном темпе. Если нет ночных эксцессов, чего не бывает, силы будут колебаться около 100%. Авралим только к концу стройки, когда видно, что штатным темпом не успеем. Делаем выходной, если не аврал, и силы упали ниже указанной в таблице цифры. То есть силы должны упасть ниже 65, да, как я понимаю. Так, тогда начинаем строить просто базу в обычном темпе. Заключенные вбивали сваи и укрепляли балки. Охранники не особо сильно напрягали рабочих, но и расслабляться не давали. Вдруг воздух прорезал. Так, рабочий день окончен. Рапорт. Постройка надвинулась на 26%. Отделка на 0%. Погибло рабочих 0%. Идти спать. О, господи. А почему уже случились беды какие-то? Ночью в одном из барагов загорелась проводка. Пожар быстро охватил весь дом и начал распространяться дальше. По тревоге охрана подняла всех рабочих. Заключенные тушили плавающие дома из водяных насосов, оттаскивали горящий пластик и прятали бочки с горючим. Битва со стихией продолжалась около двух часов, но вам показалось, что прошла целая вечность. К счастью, пострадала только одна казарма, но на тушение у рабочих ушло много сил. Теперь им нужен хороший отдых. Под утро в обломках сгоревшего здания были найдены тела нескольких заключенных. Да, не всем удалось спастись от бушующей стихии. Так, ну что, поскольку сил меньше, то нужно... Значит, устроить выходной, получается, рабочий выходной. Вы устроили выходной на стройке. Все рабочие отдыхали в сласть, набирая сил. Но все хорошее быстро заканчивается, и вот уже алые солнечные лучи предвещают завершение очередного дня стройки. Идти спать. Ночью река на берегу реки, которая велась в строительство, вышла из берегов. К счастью, ничего не пострадало. Да и не могло пострадать, ведь отделка базы еще не была начата. Так, силы рабочих 90. Работаем в штатном режиме. Строить базу. Так, построили немножечко. Так, снова строить базу в обычном режиме. Ночь прошла без происшествий. Строено 78. Так, строить базу в обычном режиме. Ночью в одном из бараков загорелась проводка. Господи, опять, опять проводка. Так, устроить рабочим выходной. Вы устроили выходной. Так, строить. Так, построено, кстати, 100%. Заняться отделкой базы. Заняться отделкой базы. Ночью река вышла из берегов. Господи. Опять заняться отделкой базы. Ночью несколько рабочих умерли от местной болезни. Врачи только разводили руками. Опухоль Грет неизлечима. Так, заняться отделкой базы. Ночь прошла без происшествий. Ну, слава богу. Так, снова заняться отделкой базы. Прошла без происшествий. Отделана 77. Ну, заняться отделкой базы опять. Вот и пришло время подвести итоги вашей деятельности. Рано утром на планету прибыла комиссия. Впрочем, она почти сразу же улетела обратно. После того, как прямо на ее глазах обрушилась одна из стен здания базы. Очевидно, плохо укрепленный фундамент не смог твердо встать на песке и дал крен. В результате чего все и произошло. Теперь уже поздно искать виноватых. Квест провален. Блядь. Я чувствую, что сейчас заебет меня этот квест. Я реально не понимаю, как его делать. Так, давайте попробуем на поле с тотемами. Выбрать поле с тотемами. Ребята, идем к кладбищу. Строить будем там. Крикнул триггер в рабочем. Все уныло поплелись на запад к кладбищу Уги. К вечеру рабочие разбили лагерь и подготовили все для строительства. Так, тут вот что пишут в интернете. На поле с тотемами также овралим. Покуда это не дает несчастных случаев. Смотрим таблицу. В таблице несчастные случаи начинают с менее 60% сил. Пусть оберегены убивают усталых. Для других площадок это не нужно. Оврал дает усталость двое больше. А результат, например, в 1.6 раз выше. Строить базу в ускоренном темпе, короче, да? Судя по прохождению. Надзиратели не давали рабочим ни секунды отдыха. Многие заключенные работали на пределе своих сил. Правда и строительство продвигалось максимально быстро. Вдруг воздух прорезал так. Все, построили на 28%. Ну, что-то как-то мало. Ночью покой был нарушен криками и улюлюканием местных аборигенов. Воины племени Уги жаждали мести. Отравленные стрелы свистели в воздухе. Слышался грохот топоров и треск электрических проводов. В борьбу с дикарями вступили отряды охраны, вооруженные плазменными винтовками. Около двух часов длился бой, после чего воины Уги решили отступить. Ущерб, причиненный ночными гостями, был внушительным. Несколько трупов рабочих, оборванная проводка, сломанные домики и вывораченные балки. Трудно даже себе представить, как можно было сломать все это, лишь голыми руками. Так, строить базу в ускоренном темпе опять. Так, построено 46%. Ночью несколько рабочих умерли от местной болезни. Так, сила рабочих 70. Строить в ускоренном темпе. Ночью всех разбудил шум. Дребезжали стаканы, трещали доски, скрежетали балки. Рабочие в панике выскакивали из казарм на улицу, кричали и метались из стороны в сторону. Охрана с большим трудом сдерживала толпу. Вдруг два здания не выдержали толчков и развалились прямо у всех на глазах. Накал страстей достиг своего предела. Рабочие пытались вырваться из кольца охранников. Кричали, бились в истерике, но через минуту толчки прекратились и страсти утихли сами собой. Охранники отправили всех рабочих по казармам и продолжили ночное дежурство. Утром из-под обломков вытащили тела погибших и отвезли в морг. Кто же будет следующей жертвой этой дикой планеты? Так, нужно устроить выходной, потому что силы 49. Так, устроил выходной. Ночью на базу проник, прокрался абориген-фанатик. Он перерезал горло одному рабочему, но сделал он это неосторожно. Охранник услышал предсмертный хрип несчастного, ворвался в барак и застрелил ниндзю на месте. Его труп был распят и вывышен на стене базы для устрашения новых желающих. Отомстить неверным. Вы не совсем одобрили это, но решили, что иногда все же нужно применять жесткие меры. Так, опять овралить надо, да? Так, строить базу в ускоренном темпе. Так, построили 80%. Опять прокрался абориген-фанатик. Так, скорить в ускоренном темпе. Так, построили. Так, построено 97%. Да что ты будешь делать? Так, дальше нужно начинать отделывать базу. Заняться отделкой базы. Заключенные прилежно отделывали базу. Охрана лишь следила за порядком. Да, воодушевлял он трудовые подвиги от бессильных рабочих. Так, а загорелась проводка. Что ты будешь делать? Так, устроить выходной. Здесь придется устроить опять выходной. Так, выходной устроил. Так, отделывать базу опять в авральном порядке. Ночь прошла без происшествий. Так, отделывать в авральном порядке опять. Так, и снова отделывать в авральном порядке. Магнитная буря разразилась этой ночью. Меланитовая побелка отваливалась прямо на глазах. А в электроприборах выгорали все уязвимые контакты. Всплески энергии наблюдались еще около часа, после чего буря стихла. Как же вы достали, блядь, своими проблемами. Так, отделывать в ускоренном темпе. Загорелась проводка. Да вы задолбали. Так, вот смотрите. В принципе, сейчас вот возможно я пройду. То есть у меня построено 97, отделано 90. Строить и отделывать параллельно. А, или что? Строить и отделывать параллельно, или выходной? Я просто не помню, а сколько дней-то? Так, ну давайте я сделаю выходной. Я просто не помню, сколько дней надо. Вот и пришло время подвести итоги. Короче, 14 дней получается. Не понял. Фор, вы успешно выполнили задание на планете Фанкор, и теперь можете лететь за вознаграждением... О, блядь. Я, получается, выполнил квест. Удивительно. Я, кстати, даже не прочитал текст, который там был. Ну ладно, хрен с ним. Выполнил и выполнил. Хорошо. 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 так у этих типов есть для меня задание не 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 тут какое-то провокационное задание на кого-то напасть что-то там какую-то подлость сделать это я точно делать не буду уж извините так блин они у крисаны уже и на дн были воюет прикиньте так мне сейчас надо не был улететь этих алгала астрон алгала астрон здесь все очень дорого стоит очень дорого все стоит поэтому я просто полетел тогда слушайте в принципе я уже наверно могу попробовать принять участие в боевых действиях вам не кажется принципе у меня четыре разрывных орудий но они правда не модернизированы по 2000 за модернизацию каждого это конечно немало скажем честно а 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 короче я принял решение попробовать все-таки проверить себя в бою помочь защитить эту несчастную систему дне было надо помогать людям правильно довольно много протоплазмы так тут замесы идут я сейчас подключусь пожалуй повою в то время как война с крисанами разгорается с новой силой разные недостойные рейнджеры стремятся уйти от выполнения своих прямых обязанностей так по сообщению сети центров рейнджеров за последние 24 месяца рейнджер for не сдал ни единицы протоплазмы и не убил ни одного колеса на позор данный момент этот субъект прибывает системы дне было где ему будет оказан особый прием так ребята все ее надо надо включаться потому что ко мне уже претензии у меня уже угрозы они не принимают кстати даже они не принимают мой этот прикиньте они не принимают кто там звонит ё-моё я не могу его скипнуть я занят так я не они не принимают меня короче я побежал тогда воевать может быть у них изменится отношение ко мне потому что меня уже в черный список внести ребят что ты будешь делать рулек привет я через пять минут перезвоню сейчас заня давай через пять минут так короче я пошел воевать мне не оставили выбора потому что иначе меня просто сейчас тут все возненавидят как одного года завалил блин тут толстяк летает заразы так завалил еще одного так что там по здоровью у меня 292 могу воевать кстати так мы мелочь я раскидал кстати нормально так раскидал мелочь так давайте по толстяку папа попытаюсь отработать манералы мне придется выбросить космос так надо протоплазму собирать ко мне претензия в том что я протоплазму не сдаю в первую очередь да так давайте я полечу наверно вот сюда так 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 Продолжение следует... Так, я собираю протоплазму пока под шумок. Так, и давайте я подключусь, попробую помочь этим ребятам справиться с этим пластиком. Там огромный кусок протоплазмы, я его должен подобрать. Так, рейнджер форс, здоровье 372. Пока я летал, у меня восстановилось здоровье, прикиньте полностью. Ну, потому что у меня этот дроид ремонтный хороший. Блин, что он стоит-то, сука? Иди давай собирай. А, у меня перегруз, к сожалению. Протоплазмы очень много лишней. Так, же бродюза придется выкинуть. О, господи, и протоплазму придется выкинуть. 50 штук. Так, надо этого гада валить. Я, естественно... Да нет, ребята. Я, пожалуй, все-таки выгружу на склад. Выгружу на склад протоплазмочку. Я надеюсь, они меня разрешат складом воспользоваться. К счастью, разрешили. Так, собираем протоплазму по полной. Что, эту систему отбили, да? Ну-ка, смотрите, я, по-моему, двух-трех колесанов завалил, по идее. Пускай мелких, но, по-моему, я их завалил. Так, трех колесанов. Слушайте, я три корабля колесанов завалил. Тут еще толстяк по-прежнему летает. Прикиньте. Но продолжим в следующем части. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok